Перец с рваными яйцами, да, баночки. Вы посмотрите, какой чудесный потолок. Однако, во многих книгах, которых я читал, эта информация цитируется на голубом глазу. Причем, заметьте, что там было написано 17 по 20, а здесь 16 по 17. Они даже вот здесь не смогли как-то договориться друг с другом. Пушкин, наши, все. И всегда было интересно попасть туда, где он жил. Ну, не конкретно в его квартиру, а вот в такое. То есть, на самом деле, когда-то, когда еще мы были настолько молоды, что парились в бане, Александр Сергеевич Пушкин находился в этом доме. Он здесь поселился сразу после окончания лицея. Я задеваю своими прекрасными волосами. Маленькие жители. Маленькие жители, это прекрасно. Заходите. А это старые двери, оставшиеся? Мы заехали полгода назад. Я думаю, это старые. Ну, потому что, на самом деле, вот эта амфиладная система, она, как правило, сохранялась. И вот, видите, пожалуйста. Вот этим обогревались. Обогревались. Пушкин, на самом деле, сюда не приглашал гостей, потому что это была попа мира, выражаясь высоким штилем. То есть, когда он кого-то навещал, нужно же было по законам жанра отдать визит. И, соответственно, он старался вот этого и избегать. Да, да. Дракоша пришел тебя пугать. Ну, и, соответственно, отсюда открывается у нас вид во двор. И, в принципе, Александр Сергеевич наблюдал, например, такую же картину с той разницей, что флигели, конечно, все эти были пониже этажа на два, потому что в то время был очень жесткий высотный регламент. Вот, если вы сюда вот выглянете, вот там щель прекрасная. Мы там, скорее всего, еще окажемся сегодня. Так, дай-ка я достану книжечку, которая мне понадобится. Сведения, которые в этой книжке изложены, они расползаются по всем другим книжкам. Да, конечно, да, ты. Вот она вот так вот выглядит. Очень рекомендую. Гордин написали. Да, здесь как раз есть момент. Сколько есть комнат в коммуналке? Семь. Семь комнат. А это кухонька такая. Вот, видите? Прекрасная во всех отношениях нечто. Не надо ни на какой телефон. Деньги вы покупаете билеты на сайте, приходите, соответственно. Вы из тайги приехали? Ну, хорошо, ладно, приходите, заплатите на месте. Двадцать первый век на дворе. Павлик обелился. Все оплаты через сайт. Деньги капают мне на ИП, я плачу налоги. И каждый раз. А можно как-нибудь так? Ну, то есть, все очень просто на самом деле. Система, которая не остановлена. Ну, ладно. Приходится иногда идти людям на встречу. Да, то есть, старые клейма. И это все, на самом деле, вот от той замечательной печечки. То есть, это система отопления прошлого. С вами еще, по-моему, замурована такой-то камень печка. Да, пошли посмотрим. Пойдешь с нами? Пойдешь? Пойдешь с дракошей? С дракошей пойдешь? А? Нет? Боишься дракошу? Да, все равно. Пойдемте прямо передо. Какая прелестная обстановка. Особенно мне вот это вот нравится. Видите, какие красивые обои. Еще я помню в советскую эпоху. Вот они очень любили такие рисуночки у нас. Вот здесь. А, да. И там тоже, видите, как помните? Ну, надо сказать, что, конечно, в ту эпоху никаких ванн, вот в нашем понимании, не было, потому что водопровод еще отсутствовал. Если уж ванну и набирали, то наносили воду специально обученные люди. Ну и потом они эту же ванну и сливали. А вот он, наш прекрасный черный выход. Вот здесь заваленный всем. Тут вот, видите, да, кладовка. Ну, тут темновато, да, но как обычно все. То есть, традиционная система... На черную лестницу. А, и стиральная машина у нас. О, вот. Полнота Гарри Поттера. На калины-то прямо. Ой, сюда надо, на самом деле, да. Баночки. Вы посмотрите, какой чудесный потолок. Слушайте, вот как у меня в сарае на даче. Вот один, сука, в один просто. Ну, это, конечно, наследие вот этого советского бытия, когда все, все надо тянуть, все хранить, потому что мало ли что, а мы голодные, да. Вдруг война, да, вот. Ну, это очень важная вещь, ценная. Ну, вот как у меня, да, Мишенька в коммуналочке вот это все собирал. А двери-то вот эти, кстати, между прочим, еще с тех прекрасных времен. Да, я думаю, ну, вот это тоже, скорее всего. Хотя, конечно, это все, когда в 20-30-е годы это все, конечно, переделывалось довольно жестко. А два туалета, что ли, да? Ну, вам повезло, на самом деле, что у вас есть и мужской, и женский туалет. Ну, слушайте, смывать, вот видите, ну, потому что, да. Да, это как, знаете, на экскурсию всем взять, в смысле, проводные наушники с миниджеком. А беспроводные подойдут? Нет, написано проводные наушники с миниджеком. Это подразумевает, что проводные, в смысле, беспроводные не подойдут. Так. Так что, пускается? Да. Там закрыты? Сеньки в ремене. А там наверху открыто, закрыто? А, наверху? Да. В квартире. Там квартира. Где крыша? А крыша у нас через черный металлокрыт, да? Там открыто. Там открыто. А мы-то можем попасть как-нибудь? Можете аккуратненько, да. Давайте попробуем. Что же? Не, зачем мы будем? Это в препарате. Просто... Ну, что поделать, мы пожертвуем наш... Я, конечно, пролежала, при большом желании. Здесь, в общем, такой, видите, замок. Ой. Защита просто 80-го уровня. Я думаю, на себя, наверное, надо. Сейчас я ручку наберу. На себя и от себя. О! Ну что? Ой! Вот так вот. Благословим. Осторожно. Устроим, если я аккуратненько. Так, да. Принялась. Лестничка. Прекрасная. И там открыто. Пойдёмте мы. Ну... Да. Мы сейчас вернёмся. Видите? Вот это всё с тех времён. Слушай, а не обычная там фигурация? Чёрт на какой-то цветы? Ну, потому что каждый строил, как хотел. Но на тот момент пахнет кошками, как всегда, на чёрной лестнице. Видите? Специальные отсеки, где можно что-нибудь хранить. Спасибо. Чего? Видно фонтанку, где мы гуляли в прошлый раз, на самом деле. И обратите внимание, вот. Вот из чего сделаны все чердаки. Видите? И все дома. Прекрасные. Сейчас, когда меняют, можно видеть эти деревяшки. Аккуратно тут и не... Аккуратно тут и не... Так... Блядь... Внутренний двор. Прохладно. Да. Ну и вот она, чудесная перспектива. Смотрите, как я сегодня буду гулять. Вентиляция. А что не показывать? Мы не стыдимся, ничего натурального. Пусть люди посмеются. Пусть люди, так сказать, позлословят, напишут что-нибудь. Перец с рваными яйцами, да. Мне не жалко, ребят. Все для вас. Самореализуйтесь. Вот отсюда прекрасно видны, на самом деле, ну, вот первый госпиталь морской. Смотрите, сколько кранов там на перспективе. Вот, как раз меняют. Мы сейчас увидим, там меняют у нас кровлю. Но дом этот изначально, конечно, был трехэтажный, о чем важно здесь упомянуть. И вот высота этой гостиницы, которую я показывал. А, там где рестораны? Да. Да. В стабе сели батарейки, как в песне поется, пришлось заменить. Но, собственно, это еще не все, что вас здесь ожидает. Это парадная лестница, по которой Александр Сергеевич Пушкин поднимался в молодости. Когда он сюда входил, зимой его встречало тепло, потому что здесь разогревалась вот эта печь прекрасная. Она, естественно, была другого цвета в то время. Потом ее закрасили вот этими слоями краски. Вот этот вот замечательный фриз лепной свидетельствует нам о том, что, ну, вот старались оформлять, конечно, дома как можно покрасивше. Видите, пилястры. Ну, да, если это все счистить, это будет мега красиво, но нет. Вот, мы с вами идем вот сюда. И я просто буквально там чуть-чуть вам зачитаю из этой книжки. Да. Ну, вот воспоминания Модеста Корфа. Например, как он описывал квартиру не конкретно эту квартиру, да, это как вот с квартирой старухи-проценщицы, типа, которая есть в доме, да. Она может быть там этажом выше, этажом ниже. Так, где он? Дом их представлял всегда какой-то хаос. В одной комнате богатые старинные мебели, мебели, да, мебеля, да, старинные мебели. В другой пустые стены, даже без стульев. Многочисленная, но оборванная и пьяная дворня, ветхие рыдваны с тощими клячами, пышные дамские наряды. Вечный недостаток во всем, начиная от денег и до последнего стакана. Вот, видите, меняют у нас то, что мы видели наверху и там, где нам махали. А сейчас я вам покажу такой небольшой фокус-фокус. Я вообще изначально хотел короткую делать экскурсию, но потом подумал, что нет, потому что есть, конечно, о чем рассказать. И к Пушкину мы еще вернемся. Сейчас мы выйдем на Садовую улицу. Смотрите, какой барбос. Иди, иди вперед. Я пока Пушкину достану. Напихали тут всякого в рюкзак мой. Здесь по бокам у нас чудесные будут с вами. Видите, наши любимые во всех отношениях. Закуточки с субстанцией прямо. Не надо это снимать. Да, с левой стороны тоже пахнет картошечкой вкусно. Хорошо, что я поел, да? Сейчас я вам наглядно продемонстрирую, что такое история или краеведение в разных аспектах. У меня есть книжка, которую я уже показывал. Вот это Павла Яковлевича Кана, где он описывает прогулку по мойке, фонтанке и по Садовой улице. И в рамках студии своих о народовольцах я, конечно же, рассказывал неоднократно про убийство Канашевича. Судейкина Юргия Павловича пред двумя прекрасными ребятами Канашевичем и Стародворским. Они его замочили обломами, обрубленными ломами за то, что он, как тогда писали, позволял себе недопустимые методы работы с революционерами и провокации. То есть, как бы бомбы кидать в госслужащих это нормально, а провокации, что называли провокацией? В то время провокацию называли то, что сейчас является общим местом в любой работе, в любых спецслужбах. Это внедрение агента в ряды каких-то террористических групп. И он, как раз, Судейкин первый догадался, что нужно сделать. Три кита, на которых основывалась его работа. Это нужно вносить подозрение раздрай, точнее, полный раздрай в ряды. Затем нужно, чтобы каждый там друг друга обвинял в шпионстве. Что, видно? Что красиво? I'm bad! I'm bad! Зато трусики черные. Они розовенькие, как некоторым хотелось бы. Потому что фабрика Розовая Нить не изготовила давние профильные трусики. Ну и третий момент приучать народ брать деньги от полиции. И вот мы, соответственно, в самом конце этой книжки находимся. И вот этот дом, у него двойной номер 112-114, потому что он был перестроен из двух... Вот. Вот этот угловой дом, значит, здесь написано в 1883 году маленькая квартирка на углу верхнего этажа была снята молодой акушеркой Татьяны Голубевой. То есть, вот там. квартира выходила на две стороны, чтобы можно было видеть, естественно, подходы. А сейчас вот как бы мы так... Я опять-таки небольшой фокус-фокус покажу. Она выходила на Покровскую площадь. Покровская площадь это нынешняя площадь Тургенева. Я еще пару слов о ней скажу. Это центр вообще Коломны и большую садовую. Ну и здесь описывается, что вот эта Голубева она только приехала, у нее заработок был небольшой, поэтому никто не удивился, что она две других комнаты кому-то сдала. Это называется еще у Федора Михайловича мы можем об этом прочитать от жильцов. Снимать угол от жильцов. И она действительно сдала двум прекрасным людям, одним из которых был как раз тот самый Коношевич, а другим был тот самый Стародворский. Вот там вот дом фабрика Нисона, где мы были в прошлый раз, я так просто пытаюсь вас как-то видите, закольцовывать. Там вот через эти дворы можно спокойно выйти на фонтанку. Но спустя какое-то время, 16 декабря, 83-го года, Татьяна Голубева и ее жильцы внезапно исчезли. А в тот день, 16 декабря, было совершено убийство Судейкина. Это был один из злейших врагов революционного подпулия. В 79-м году он раскрыл Киевскую организацию народовольцев, за что его обласкали. Он был поощрен в должности, стал заведовать агентурой Петербургского охранного отделения. Судейкин умело вербовал провокаторов, вынашивал карьеристские планы и рассчитывал руками народовольцев организовать убийство министра внутренних дел Толстого и великого князя Владимира Александровича с тем, чтобы запугать правительство и получить пост министра внутренних дел. Это полная чушь, которая кочевала соответственно в советской историографии из источника и в источник. Откуда она была взята? То, что Судейкин руками народовольцев хотел убить министра внутренних дел Толстого. Здесь еще не указана фамилия Плеви важная в этом контексте. Вот у меня другая книжка «Повседневная жизнь российских жандармов». Здесь приведено немало свидетельств у нас соответственно воспоминаний. Вот мы видели с крыши вот это место. Да, а двор, про который я говорил, но мы туда сейчас наверно не попадем? Закрыт, скорее всего, да. Вот этот двор мы снимали. Кошаков там просто пруд-пруди на самом деле. Видишь их? Да. Вот работнички отдыхают, спят, да, и вот эти спят. Всем надо спать рано или поздно. Мы сейчас пройдем вот в эту арочку. информация эта была пущена Львом Тихомировым. Это человек, который остался один из немногих живых в эмиграции. и видите, очередная у нас вент шахты и куча котов. И он пустил эту утку. И я вам хочу зачитать его письмо Вячеславу Константиновичу плеве. Тихомиров потом переметнулся обратно в правительственный лагерь и стал одним из самых ярых апологетов царизма, монархизма и так далее. То есть он писал письмо Александру Третьему после удачного покушения на его отца Александра Второго от лица народной воли. Его называли Тигрыч. Вот еще видите, какой чудесный у нас закуточек. Он был одним из идеологов а потом стал охранителем. Ну такое бывает и люди меняют свои воззрения. Значит вот он пишет Плеве По всей вероятности вы не знаете этого случая. Дело в том, что в одной своей статье в задававшемся некогда вестнике инородной воле я позволил себе опубликовать переданный мне рассказ о вашем будто бы разговоре с полковником Судейкиным о покушении террористов на жизнь графа Толстого. Тогда я верил этому рассказу. Впоследствии понял, что он простая тенденциозная ложь, которая тысячами сочиняется о всех высокопоставленных лицах. Но во всяком случае опубликование этого рассказа составило несомненный литературный донос на вас. Никаких оправданий для себя не имею, кроме разве того, что это был единственный случай, когда политическая вражда довела меня до поступка, которого я принужден стыдиться. Вот еще замечательный у нас закуток. Тихомеров в этом признался еще в 19 веке. Однако во многих книгах, которых я читал, эта информация цитируется на голубом глазу. Не только у краеведов, но и у историков в том числе. Краеведение это и есть история родного края, но слово краевед это такое непонятное. Вроде историк, гид, хрен знает кто, потому что у краеведов нет степеней, нет прочее. Хотя есть на самом деле целый институт в Москве, я знаю, краеведение. Мне всегда было интересно, чем они там занимаются, потому что краеведческие книжки по Москве это просто тихий ужас. В отличие кстати от ленинградских книг, которые прекрасны во всех отношениях. Вот. В общем замочили и интересно, что Дегаев, который вот был провокатором по мнению революционеров, а на самом деле это был большой успех судейкин, он внедрил его в народную волю и практически похоронил ее. Он после этого убийства бежал в США и там сменил свою фамилию на Полевой и чтобы было понятно американцам он называл себя Пел Александра Пел он там стал профессором и вот университет Южной Дакоты до сих пор награждает наиболее отличившийся студентов премии имени Александра Пелла то есть человека, который на самом деле сначала всех сдал а потом организовал это убийство. Вот такая ирония судьбы. А вот этот вот дом про который тоже Кам пишет что он не очень удачный особенно вот те вот лошади которых мы поближе рассмотрим он интересен тем что здесь раньше на этом месте стоял деревянный дом неужели дождь пошел да стой стоял деревянный дом нам надо вернуться я забыл одну вещь сделать забыл показать табличку мемориальную где жил Пушкин я показывал по-моему в прошлый раз на самом деле да в прошлом видосе я показывал да ну хорошо давайте у нас вроде как время еще есть у нас время еще 18-32 да есть причем знаешь что давай-ка мы раз уж пошла такая пьянка то мы то мы да то мы пойдем еще другим путем я заодно расскажу соответственно про центр этой площади здесь стояла церковь Покрова и вот спасибо большое какой-то очень мы сюда еще вернемся очень внимательный мои зрительницы я в одном из рассказов конкретно про стенную площадь сказал что террористы во время убийства Вячеслава Константиновича Плеве которого в итоге все-таки замочили да собирались у церкви Спаса-Носенной да Успенской а мне указали что в своих воспоминаниях Борис Савенков пишет не о Успенской церкви а о церкви еще раз сюда зайдем ну ничего покружимся вы зато все время пишут мне прокладывайте маршрут вот я специально сейчас для блондинок вам тут два раза повторю значит они собирались не у церкви Спаса-Носенной а у церкви Покрова вот здесь и отсюда они стартовали я ошибся я это признаю я всегда готов приносить ошибки и как хорошо что у меня есть такие внимательные зрители потому что я залез в воспоминания Савенкова уточнил действительно это правда ибо я все-таки надеюсь когда-нибудь написать этот свой краеведческий труд о терроризме глазами гида он называется я бы там конечно эту штуку оставил и впал бы в просаг жесткий потому что не уверен что там какой-нибудь мой редактор он бы это перепроверил а так вот видите век живи век учись то есть благодаря на самом деле даже этим видосам я какие-то вещи которые вам сообщаю в которых я может быть немножко ошибся тем не менее вы меня поправляете и я эту информацию беру себе на вооружение в следующий раз уже соответственно ее использую то же самое на экскурсиях мне там иногда знаете что-нибудь там подскажут и я как бы вот специально мы сейчас еще раз пройдем через этот замечательный дом напоминаю архитектора Виктора Шретера смотрите какой чудесный редкий случай мелками нарисованный рисуночек да и заканчивая вот эту историю там был еще один очень интересный момент значит Коношевич он сошел с ума когда присел напоминаю что тут ледник ну смотрите мой предыдущий выпуск или один из предыдущих выпусков я не знаю как я буду их выкладывать Коношевич сошел с ума а Стародворский сидел-сидел 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 и буквально ему оставалось чуть-чуть до выхода и он прогнулся и написал письмо и согласился быть вот сейчас мы мы оттуда заходили сейчас мы вот так и пройдем и согласился быть полицейским осведомителем и стал им и когда наступил семнадцатый год и раскрылись архивы эта информация случайно была выяснена но ее специально похоронили чтобы не как сказать не принижать значение не как это глагол называется то боже боже ну комментариями комментариями но уже свой язык и свои мозги вот что яйца разорванные с человеком тварян понимаете все началось с этого в общем да ну в общем короче чтобы не десакрализировать вот эту святую жертву который принес ради народного блага стародворский эту информацию похерили и он умер своей смертью и никто так и не узнал что оказывается он стал предателем а он им стал по факту то есть вот сколько всего понамешано в этих в этих историях и подавать эти факты можно совершенно по-разному в зависимости от так сказать вашей идеологической направленности вот человек на голубом глазу пишет откровенную ложь про царских сановников той эпохи книжка это между прочим хотя она вышла в 90-х годах тираж у нее на секундочку это был ну я так понимаю это был последний момент когда еще такие тиражи были возможны тираж у нее по-моему 100 тысяч экземпляров подписано в печать а где тираж-то вот тираж 100 тысяч экземпляров на самом деле да мы сюда вернулись ради вот этой генеральной доски о том что здесь с 17-го по 20-е года жил Александр Сергеевич Пушкин в прошлый раз я не успел соответственно показать еще один дом к которому мы сейчас собственно направимся повторение мать учения да поэтому мы сейчас как бы еще раз нырнем на радость прекрасных гостей из южной губернии которые чинят нам крышу которым очень нравится смотреть на меня дом этот принадлежал значит знаменитому на тот момент мореплавателю Клыкачеву но Пушкин писал значит что он поселился в доме Апраксина и дом этот действительно принадлежал Федору Апраксину но Пушкинистые краеведы они естественно копают вглубь вширь и так далее и накопали что оказывается есть дом принадлежавший Апраксину и раз его находится в Коломне и раз он принадлежал Апраксину соответственно надо там повесить мемориальную доску ее повесили к 33-ю Петербурга и прикол в том заключается что там Пушкин не жил и вот я планирую там окончить наш сегодняшний трип чтобы показать вам мемориальную доску на доме которая повешена ну с нарушением всех соответственно но зато отель отель который там располагается этим всячески пользуется я на самом деле абсолютно не против это потому что людям которые приезжают в Петербург по большому счету плевать где жил Пушкин ну он мог и здесь жить и там жить и где бы он мог только не жить а так вы сфотографировались да тем более что мы сейчас будем проходить мимо уже другого утеля такого серьезного который был построен на месте снесенных построек и кто его знает если бы не эта мемориальная доска на этом маленьком домике может быть собственно и не было бы его уже давным-давно да так вот возвращаемся теперь вот к этому дому значит здесь был деревянный особнячок такой домик который принадлежал Буташевичу Петрашевскому давай быстренько перейдем там нет машины ну естественно я об этом уже миллион раз рассказывал и когда мы гуляли по Литейному проспекту я показывал дом Спешнева одного из членов кружка Петрашевского прототипа на самом деле Ставрогина в Бесах как его называли в советской историографии первого коммуниста да видите здесь такие коняшки милые которые вот искусствоведами не относятся к разряду шедевров дом был с лестницы на второй этаж которая скрипела по которой поднимались эти участники этого кружка а Петрашевский наследовал его у своей мамочки мамочка у него была крайне скупая она деньги своему сыну ли давала под проценты да ну а что вы хотите давала под проценты ему денежки ну и в общем у него на самом деле отца это было богатое наследство но он взял себе только этот деревянный дом очередной раз хочу вам показать нашу традиционную тему вот они вот Пушкинскую эпоху как раз вот отсюда выезжали всевозможные редваны ну или может быть дормезы дормезы это по-французски спать соответственно так вот назывался тип карет видите какой милый на самом деле двор зелененький и он у него было имение с семью буквально семьями да семьями покосившихся каких-то там изб и он решил там устроить коммунизм вот на основах учения фурии построить фаланстер им сказал приехал сказал ребята зачем вам жить в этом дерьме давайте я вам сейчас построю фаланстер вы там все вместе будете жить я вам куплю новое новую технику новое оборудование ну и как писал Валерий Рафаилович Зотов про которого я кстати рассказывал именно у него на углу бассейна а теперь Некрасова и Литейнова Морозов народоволец хранил архив народной воли да он приходил к нему то есть это тоже конечно поразительно для того времени потому что либеральная интеллигенция да вот этот вот корт-ярд мариот либеральная интеллигенция сочувствовала террористам так вот он он вспоминал Зотов что крестьяне этого Петрашевского ходили с понурыми лицами и когда он спрашивал довольны ли вы они говорят премного благодарны барин премного благодарны ну и короче как только он уехал они этот фаланстер сожгли со всеми накупленными и в общем-то ценными материалами и на этом первая в России попытка устроить все это на общественных началах провалилась но потом ее предприняли еще раз у нас я уже рассказывал были дома коммуны где вы должны были жить вместе у вас должно было быть общественное пространство в котором вы вместе должны были проводить время кухня у вас должны отсутствовать и прочее прочее вот также Петрашевский отличался какими-то слушай тут буквально еще недавно было открыто ну пошли там выйдем Петрашевский отличался какими эксцентричными выходками он например мог прийти в Казанский собор одетый женщинами а он естественно был с усами и когда к нему подходил блеститель порядка и говорил сударь что-то мне сдается вы переодетый переодетый мужчина а он ему смотрел на него и отвечал а мне что-то сдается что вы переодетая женщина и соответственно поставив его в очень серьезный конфуз убегал оттуда мы сейчас с вами на канал Грибоедова вот эта часть мне крайне нравится там за деревьями мы отдельно там будем гулять Аларчин мост по которому получил название Аларчинские курсы первые Здоровье молодым Аларчинские курсы первые вообще высшие женские курсы у нас Российской империи туда ходила например Сонечка Перовская вместе с сестрами Корниловыми но я еще пару слов скажу вот про то здание мы возле него окажемся там видите наверху мансарда и она надстроена была отнюдь не в 20 веке еще в 19 по просьбе местного жильца жильца этого звали Илья Ефимович Репин это его мастерская рядом там соответственно у нас колонча пожарной части ну и в итоге Петрашевский он стал собирать все молодежь в своем доме туда ходили ну например там был Тиншанский Антон Рубинштейн вспоминал про эти встречи он писал что я конечно был совершенно поражен видите еще одна сохранившаяся веншахта она же запасной вход из бомбоубежища он писал что я был совершенно поражен атмосферой определенной свободы которая там царила ну то есть там можно было говорить даже на политические темы господи какое время было это Николаевская что люди были в приятном шоке от того что можно говорить о политике и вот в недрах этого соответственно кружка Петрашевского там сформировалась на самом деле вот мы могли бы даже здесь выйти но нам интереснее конечно пройти дворами тут видите арка это вы можете сделать самостоятельно в итоге там сформировалось левое крыло в котором участвовал Достоевский и заслали туда мамбели такого тайного наблюдателя который стучал на них в третье отделение ну и решили сделать показательный процесс их арестовали вот я в одной своих экскурсий показывал дом на углу Вознесенского Ямалой Морской где висит мемориальная доска что там Федор Михайлович жил но собственно на этом мемориальная доска и заканчивается а это тот дом откуда его взяли и больше он Петербург не увидел до того как вернулся уже отсидев сам Петрашевский вел себя на суде достойно он сделал инструкцию написал как себя вести ничего не подписывать ни на что не соглашаться все отрицать как бы вести себя достойно и вот приговорили к расстрелу приехал этот ростовцев заикающийся прочитал им да при том что их приговорят к расстрелу им объявили уже на плацу на Семеновском то есть их туда привезли разбили по тройкам то есть это первый шок сначала что их приговорят к расстрелу привязали первую тройку а второй шок был в том что их все-таки не расстреливают то есть представляете что люди испытали ну и в общем конечно Федор Михайлович он надо сказать этот момент не просто запомнил всю жизнь а вот я всегда говорю что для меня это именно то что его сформировало и как личность и как писателя и как все остальное вот мы с вами выходим обратно на канал Грибоедова где он заканчивается в принципе втекает в фонтанку у меня заготовлен отдельный тур который мы начнем вот здесь от мастерской Репина обязательно вот этот прекрасный домик видите низенький и вуаля если мы сейчас вот окажемся здесь то мы с вами увидим еще одну мемориальную доску о том что и здесь жил Пушкин причем заметьте что там было написано 17 по 20 а здесь 16 по 17 они даже вот здесь не смогли как-то договориться друг с другом да но Пушкин в этом доме не жил выяснилось когда ну что она повешена с нарушением так сказать правды эко я завернул ну короче чтобы ее демонтировать это нужно какой-то тоже какая-то санкция то есть нужно чтобы кто-то приехал туда забрался ее снял а кто это будет делать поэтому конечно выгоднее чтобы она висела на меморицу владельцам и она висит и вот я бы хотел сегодня у нас такая не очень большая прогулка потому что сегодня последний у нас мы специально вам приготовили как вишенка на торте вот кусочек крыши я бы ты пока покажи вот этот замечательный дом какой чистый у меня рюкзак теперь я хочу достать одну книжку и рассказать буквально буквально историй потому что основной поток историй здесь будет попозже про репина у меня вообще зреет мысль отдельно даже лекции можно замутить зимой потому что личность была конечно колоритнейшая ну во первых у него вот смотрите какой молоденький да прекрасно эта книжка является наглядным свидетельством того насколько некоторые россияне особенно советским прошлым любят литературу я тогда жил в коммунальной квартире ну и как бы естественно я всегда хожу в сортир с книжкой ну так вот повелось у меня я очень много литературы прочитал в свое время в транспорте и вот в ретираде как ее было принято называть в пушкинские времена и я там пару раз книжки забывал одно у меня остырили благополучно очень хорошая книжка с фотографиями была а вторую я прихожу смотрю лежит я думаю божечки кошечки ну слава тебе господи оставили книжку открываю ее и вижу вот такую замечательную картину то есть книжечку книжечка употребилась по назначению книжечку не обязательно читать книжечку можно в принципе и вот так вот так вот к тому что репень для нас это ведь ну прям вот все на белом свете это такой классик классик бла-бла-бла я вам хочу прочитать кусочек рецензии на картину которую все прекрасно знаете называется будут бурлаки на волге да вот некий автор статьи в газете русский мир Авсеенко писал перейдем например к прославленным газетным крикунам бурлакам репина вы испытываете болезненное чувство вы убеждаетесь что художественная часть выставки кончилась и что затем идут разные гражданские мотивы и худосочные идейки перенесенные на полотно из газетных статей у которых наши реалисты почерпают свое вдохновение художественное здесь мыслилось как очищенное от живой жизни вечное искусство стоящее вне социального дающие лишь усладу ценителям прекрасного ну и Бруни который на секунду написал ну он ну может Бруни ну если он кто у нас был по национальности нет он по-моему Швейцарии да ну хорошо подскажут да да ну следуя Брилову который написал последний Помпея написал этого Медного Змея да огромное полотно там про то что там когда Моисей водил свой народ и они начали роптать то Бог на них послал ядовитых змей ну и соответственно он сделал стукана поставил туда медного змея и сказал что те кто будут молиться и поверят все значит выживут и вот Бруни который между прочим блин пол Исаакиевского собора расписал говорил величайшей профанацией искусства назвал он картину собственно бурлаки на Волге а вот теперь сам Репин например съездил во Францию да сходил на модную выставку и написал не знаю других сфер но живопись у теперешних французов так тупа по содержанию живопись талантлива но только одна живопись никакого содержания тупая это знаете про кого он ну как вы думаете про кого про импрессионистов тупая для него живопись вот как бы а потом забегая вперед ведь когда стали появляться всякие там эти бубновые валеты там мир искусств и так далее вот естественно Репин их перестал принимать ну и собственно передвижники уже как-то устарели и в общем все такое ну и специально для москвичей Илья Ефимович Москва мне начинает страшно надоедать своей ограниченностью и тупостью сильная самодовольная буржуазия да тароватое торгашество вот всепоглощающая стихия бедные студенты бедной интеллигенции нигде они не найдут меньшего сочувствия здесь же бескорыстное сочувствие только к деньгам питается так высокому чину ну вот такое было восприятие Ильи Ефимовича тогда первопрестольный что уж что говорить ну и он же здесь поселился сначала на втором этаже а потом вот специально домовладелец ему построил эту мансарду здесь были написаны самые главные выражаясь современным хитом современным хитом языки да выражаясь современным хитом здесь были написаны самые главные языки Ильи Ефимович и Вепина слушайте вот вы не представляете у меня тут был пост я хотел вообще об этом отдельно сделать выпуск есть побочка очень серьезная на самом деле в в экскурсоведении и в краеведении я иногда заведую профессиональным историкам потому что они работают методично то есть они сидят изучают какой-то там пласт источники да потом это все компонуют и вот наращивают базу мне же приходится черпать информацию вообще отовсюду там из документальных фильмов которые вы никогда в жизни смотреть не станете потому что это просто трэш и угар где вот таким вот голосом который можно слушать исключительно на скорости 1.25 а то и на полторашке да но к сожалению там в каком-нибудь 25-минутном фильме телеканала культуры можно выяснить там 2-3 прикольных факта которые я потом вставляю себе значит книжки это кстати очень хорошая книжка но но кто из вас будет ее читать ну положа руку на сердце да нет конечно найдутся люди да но если вот говорить про про так сказать массовый потребитель да книжки какие-то там выпуски радиопередач интернет-сайты естественно да то есть причем некоторые из них как вот упомянутые носите волосом исключительно он исключительно такой вот сухой там с фактами но опять-таки вот это кстати информацию про пушкин и оттуда выкачал да то есть я оттуда об этом узнал там люди разобрались и как раз вот выяснили что этот дом просто он принадлежал Александру Апраксину а тот дом принадлежал Федору Апраксину и поэтому вот из-за этого получился вот эта путаница ну Вапраксина и Апраксина а то что это два разных Апраксина никто как-то особо и не заметил мы с вами закольцовываем соответственно ну и в общем короче когда вот у тебя идет вот это вот все вот когда твой мозг работает как мясорубка у тебя происходит перенасыщение и все и труба но что поделать лучше так чем никак и мы будем здесь финишировать потому что мы здесь уже были вспоминаете да специально я так моя мечта охватить центр города моими маршрутами чтобы вы могли ходить и спокойно там ориентироваться еще раз хочу сказать что я настаиваю на том чтобы вы сами смотрели и сами прокладывали бы себе маршруты на Яндекс картах или Гугл Макс потому что ну так вы будете вырабатывать себе ну какие-то навыки понимаете а так вы типа делайте маршруты ну ну можно делать маршруты ребята но хотелось бы чтобы вы все-таки тоже участвовали в процессе потому что ну мы и так уже избалованы поисковиками и всем остальным а где же самостоятельность а где же то все вот поэтому сегодня у нас был последний проход вот с этим делом я сбриваю нафиг потому что уже время не терпит надо походить теперь лысеньким отрастить чтобы в следующем году опять вас порадовать замечательными вещами но естественно экскурсии видеоэкскурсии не будут прекращаться они будут продолжаться и они будут проходить точно так же с привлечением каких-то специальных гостей я сейчас на самом деле буду основном на этом акцент делать и мы сейчас буквально на секунду прервемся потому что я сделаю несколько анонсов и после этого мы с вами закончим значит я хочу вам напомнить те кто вдруг еще не знает что вот есть книжки у меня в продаже прекрасно во всех отношениях первая называется путеводитель низкий с перцем она очень богато иллюстрированная да каждый дом здесь есть и про Пушкина вы не поверите подойдет детям взрослым не соврал да и кошечкам собачкам также подходят крайне рекомендую попугайчикам хуже попугайчики начинают повторять перец дурак перец дурак ну с другой стороны это это тоже своего рода так сказать популярность вот эта замечательная книга публицистическая про пиар во время русско-японской войны про пиар-кампанию тут есть и фотографии и карикатуры и всевозможные иллюстрации из разных источников в основном из американских английских и японских вот если хотите узнать как как читать книжки где вам промывают мозги то вот ну и мой остросоциальный роман корень книжечка толстенькая читается легко но жесткая довольно экскурсии идут пока что меня не будет какое-то время в сентябре я улечу 7-го прилечу 23-го все остальное время я вожу экскурсии ну и в октябре наверное наконец заеду в Москву поэтому следите за анонсами все ссылки есть вот там у меня на сайте с вами был гид Павел Перец АК порванный так сказать пах увидимся пока